Друзья, всем доброе утречко! Не верю своим глазам, но у нас пошел снег, ну мелкий такой, с дождем. Камера даже не передает, но все же, зачем нам снег, когда мы уже посадили весенние цветочки. Я вообще в шоке. Я помню, когда у нас был Майк маленький, ему годик был. Это тоже было в апреле, на Пасху. Выпало столько снега, мы не снеговика лепили, а слепили зайца такого огромного. Вот это я хорошо запомнила. И вот смотрите, что сейчас опять такое происходит, погода такая. Была такая хорошая погода, солнечная, да, теперь опять пасмурная и холодно. Я уже постирала детям куртки зимние, повесила их в шкаф, думала, что уже не понадобится. Ну не тут-то было. Сегодня опять достали теплые куртки и дети пошли в школу, потому что очень холодно. Так, друзья, начинаю, продолжаю снимать свое видео только сейчас, к вечеру, потому что днем мне было некогда. У меня была, как она называется, Магдан Шпигелем по-русски. Колоноскопия или как? Ну как-то так. Вот. Утро мне было не до этого, я кушать варила, булочки пекла, что мне нужно было к врачу. Вот, приехала, отлежалась, покушала, что-то голова у меня болела. Теперь решили собрать с Юли чемоданы, так как мы с Воты уезжаем в отпуск. Сейчас достанем с ней чемоданы и будем помаленьку паковать. Сегодня что успеем, а завтра уже допакуем. Еще кое-что докупить надо. Вот. Сейчас пока соберем вещи, постельное белье и все такое. Мои помощники уже тут как тут. Я открою. Андрей на улице так бы, он нам достал чемоданы. Он там тоже работает. Ой. Сейчас сама достану. Уйди. Уйди. Мы сейчас запакуем полотенце, постельное белье, нам надо это все с собой брать. Можно было и там взять, но там все стоило деньги, поэтому мы так с собой все возьмем. Юля уже тоже собрала рюкзак и игру с собой монополию возьму. Вот, сейчас сюда запакуем все. Один чемодан и полный. Тут полотенце и постельное белье. И сейчас будем еще вещи собирать для всех в один чемодан. Ну и там по мелочам потом. Шампунь и все такое. Андрей мне всегда говорит, Катя, ты что постоянно так много берешь? Ну, на пять человек как тут много не брать? Тут собирается, хочешь не хочешь, собирается. Каждому по полотенцу, каждому постельное белье, вот уже целый чемодан. Еще каждому надо взять вещи теплые, потому что сейчас холодно и туда, куда мы едем, там тоже холодно. Поэтому надо теплые вещи брать, вот. Да, Майк? Майк пришел. Как-то так. Я сегодня даже не накрасилась, потому что мне не до этого было. Хожу вот целый день так. Юлина уже упаковала, запаковала. Теперь Майка. Много брать не буду. Там, если что, есть стиральная машинка, то постираем потом. Если вдруг что-то замарает или что-то не хватит. Не так страшно. Можно выстирать. Лиза сидит занятая. Я тут почти тоже запаковала. Еще завтра кое-какие вещи доложу. Ну, а так, в принципе, все. Там расчески, потом шампуни, это все потом. Фен. А, фен можно уже, наверное, положить. Я тут в Майка комнате. Лизуша прибежала. Ты что делаешь? Она мне качает, подкачивает. Давай качай, мама. Качай, мама. Нам уже спать пора. То есть Лизе уже спать пора. Сейчас пойдем ее купать. Да, Лизуша? Это по поводу, ну, что мне сегодня делали. Проверили меня все. Врач сказал, все в порядке, все хорошо. Слава Богу, говорит, ничего не было. Все отлично выглядит. Все в порядке. Делали мне из-за того, что у меня железа в крови не хватает. И они хотели посмотреть, в общем, нет ли там каких-то, может быть, киста какая-то. Там или, я не знаю, какая-то болячка или что-либо, вот, что могло бы кровоточить. Да, ну, ничего не было, слава Богу. Я когда после наркоза проснулась, и, ну, перед тем, как проснуться, мне снится какой-то сон. И тут сразу тик-пик-пик-пик-пик-пик. И я открываю глаза, думаю, блин, могла бы еще поспать. А что они меня так рано разбудили? Вот. Сяуклень-сяуклень. Теперь что-то у меня только горло болит немножко, видать. Видно, когда они пихали камеру, что, ну, за горло задели, там болит теперь. Вот. Я помню, когда мне было лет 12 или 13, точно сейчас не помню, у меня болел желудок. И мы жили в деревне, у нас как в районе была больница. Больница, там одно название, наверное, больницы. Может быть, в то время она была и хорошая. Ну, в общем, меня послали на обследование в этот район. И раньше они делали это все так, да, и мне пришлось глотать вот эту кишку. Я помню, как они меня завели в этот кабинет и давали мне пихать эту кишку. Я ребенок, представьте, без наркоза, без всего. Блин, как мне было плохо. У меня слезы бегут, я ничего не могу. Они мне говорят, ложись на кушетку, может так получится. Положили меня на эту кушетку, давай дальше пихать. Я плачу, говорю, я не могу. Головой мотаю, говорю, я не выдержу, я не могу. Ну, в общем, они все это убрали, вытащили, не смогли. Они, видно, хотели взять желудочный сок или что-то такое, проверить тоже. Вот так и не получилось. Я вот это как вспомню, у меня до сих пор шланг такой еще был шершавый, даже не гладкий. Я вот даже это чувство до сих пор помню у себя в горле, как они мне этот шланг пихали. Это ужас просто какой-то. Слава богу, что сейчас это все делается под наркозом, а раньше вот делали вот так в те времена. Я не знаю, конечно, как это сейчас делается там, но я надеюсь, что это все сейчас тоже делается под наркозом. Кто там? Ты мне голову моешь. Ой, ты, спасибо. Алла, ты где берешь мыло? Мама. Ой, я бы так лежала и качалась, и качалась, и поспала бы тут на этом кресле. Да, Лиза? Опять бежит мне волосы мыть. Спасибо, дочь, спасибо. Ты умничка. А еще, ребят, хотела сказать по поводу того, что в последнее время, я не знаю, почему-то не успеваю отвечать на комментарии. Вот, если я кому-то не ответила, то есть я как сердечко, я стараюсь ставить всем, но отвечать я не могу всем, потому что это очень много времени занимает. И я надеюсь, что вы на это не обижаетесь, если я кому-то вдруг не ответила. Я, конечно, стараюсь, где есть вопросы, я стараюсь там за день или там в течение двух дней ответить. Может быть, где-то я что-то не увидела, так что я это делаю не специально. Извиняйте. Вот такой у меня вид из окна, и я лежу и качаюсь. Холодно, и даже это, в доме холодно. Камин хотел, меня что-то так морозило еще после наркоза. Юля мне принесла. А что такие птицы, так сильно им крылья за этого? Молодец, это что, вечер? Молодец. И меня так после наркоза морозило. Хотела зажечь камин, но так и не смогла. Майк мне занес какие-то дрова сырые, что ли, и я не смогла зажечь. Сейчас Андрей там разжигает камин. Сейчас будет тепло в доме, хорошо. А то так прям неуютно, когда прохладно. Я не люблю, когда в доме холодно. Люблю, чтобы было это, прям так тепло, уютно. Что ты там делаешь? Ты все книжки достаешь. Лиза из шкафа достала книжки, там был альбом. Смотрю, тут я с Юлией, по-моему, да. Тут я уже с Юлией беременна. Там, наверное, уже, я не помню, какой месяц тут был. Не знаю, ну, в общем, наверное, уже под конец беременности. Тут Майк у нас маленький. Я альбом делала Майку в садик. Он когда ходил в ясельки, там нужно было сделать альбом, и дети всегда смотрели. Вот он, маленький. Это папа играет с сыночком. Это у нас старая квартира. Ой, это сколько уже лет, наверное, лет 9. Вот ему годик тоже. Тут ему годик, да, вот он маленький. Да, Лиза? Тут тоже мы. Юли еще не было у нас. Дети. Сейчас уже все большие. Тут дедушка с внуком на дереве сидит. Наш Майк. Кто это? Юля. Юля, да, это Юля. Ага. Мама ей сама платьишко вязала крючком, да? И да, и все, и тапочки мама ей вязала крючком. А вот это кто? Это кто? Это Майк. Видишь, какой маленький лапузик. Лапузик маленький такой. Бебе. Да, это Бебе. Такой большой мальчик уже. Господи. Спит Бебе, да? Вот еще наш Майк с наклейкой. Вот этот торт я тоже Майку делала на два годика. Все машинки, вот эти карс я делала, сама лепила. Ну, торт из крема был. Лиза, а это кто? Маленькая. Это Юля. Это Юля, да? Это маленькая Юля. И тут Юля с Майком. Тут Юля, наверное, может, недельку, я не знаю, совсем маленькая. Сейчас уже большая одеялка у нас до сих пор это сохранилось. Здесь мы в Болгарии, летали в Болгарию. И Юля тут был, наверное, четвертый месяц. Она такая была маленькая, и мы вот решили полететь. Ну, в принципе, было нормально. Правда, она была там, затемпературила пару дней. Что ты там делаешь? Дочь. Собирает их все в кучу. Шторки все в кучу собирает. Друзья, всем огромный приветик. Сегодня у нас 1 апреля. И это, наверное, какая-то апрельская шутка. Блин, зима, зима. О, я так хотела летом. А пришла зима к нам. Да, Лиза? Фу, и там грязный снег. Она берет снег и ест. Нельзя! Нельзя! Мы сейчас уже на улице. У нас 9 час. Еще полдевятого даже нет. Мы пойдем сходим в магазин. Надо купить мясо и сухой корм для свинок купить. В общем, по мелочам. Сейчас пойдем прогуляемся как раз. Потому что Лиза меня не оставляет в покое. Она кричит все время на улицу, на улицу. И поэтому нет смысла начинать какие-то делать дела. Надо сначала ее выгулять, чтобы она успокоилась. Бедные цветочки. Они все замерзнут. Я надеюсь, что долго снег у нас не задержится. Бедненький такие он. Он аж замерз. Все, вернулись мы домой. На улицу прям такое, как вот зима-зима. Теперь нам надо навести порядки везде дома. Сейчас разберу посуповоечную машину. Лизу посадила кушать. Кушай, кушай. Вот. Вчера еще пекла булочки. Вот что у нас осталось. Сейчас все это надо убрать. Вкусные булочки. Этот рецептик вы уже знаете. На кухне у меня такой беспорядок. Сейчас все уберем. Не только на кухне. И в зале тоже. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок На кухне я прибралась. Теперь хочу запаковать еду нам на завтра. Ну то есть что мы с собой возьмем на первое, когда мы приедем. В отпуск, чтобы у нас было что покушать. Тут я, например, возьму шпагетти, колбаски какие-то. Ну вот чай такое, все муку, все по мелочам, чтобы главное на первое время нам было. Ну как приедем, чтобы покушать могли, что-то сварить. Вы уже пришли с улицы? Где бы ты была? А вы руки помыли? Ты на качельку ходила? Майк тебя качал? Да? Молодец. У нас здесь уже все стоит. Это мы завтра с собой возьмем. Я сюда еще хочу масло положить с холодильника, потом там колбаски. Это я пока сюда положила, что с собой в машину возьмем. Еще бутерброды надо будет утром сделать. Ну там парочку яблоки нарезать. Андрей уже дома с работы, он хочет замариновать шашлык. Юля ходила, у свинок убиралась. Вот замаринует мясо, мы его с собой тоже возьмем. Будем там шашлыки жарить. Юля вчера ехала со школы и у нее спустило колесо. Она его проткнула. А вы что новое сделали? Ну да. А резина? А резина же не ееная. Майк ремонтирует, дедушка его учит. Я помню Майка время, когда, ну столько мне лет тоже было, я сама умела разбирать велик и собирать. Не знаю, мне было это интересно. А нашим детям сегодня ничего не интересно. Так что? Да. Майк говорит, это неправда. Дедушка его вот хочет научить. Хоть чему-то немножко. Андрей уже тут пакует машину. Один чемодан готов. Следующий чемодан еще завтра. Нужно еще взять мячики, ролики Юлины. В общем, кажется, мало, а этот багажник будет полный. Пока возьмешь то, сё, и будет все полно. Вот так мы тут ходим и не знаем, откуда начинать, что делать. У меня там еще кое-какие вещи стираются. Надо высушить еще. Так, потом вот тут этот ящик взять с собой, не забыть тоже. Пол протереть и вымыть пылесос, иначе он потом завоняется. Если я забуду, то он завоняется, пока мы приедем. Дети принесли со школы вот таких зайцев. Им нужно разукрасить и до 14 апреля отнести в шпаркасы, по-моему. Сейчас точно не помню, в какой банк. Там они потом получают призы. Короче, выигрывает какой-то заяц. Не знаю, какого они там выбирают. Но майк еще, вот эта майка, он еще не даже разукрасил до конца. Это мы потом домой приедем, он доделает. Андрей тут камин разжигает. В доме прохладно, на улице вообще ветрено, холодно, так прям, как зимой. Ребята, я хотела уже с вами попрощаться. У нас уже 8 час, я сейчас буду пойду Лизушу укладывать спать. У нас уже все дети помылись, покупались. Спать пойдут, я там кое-что что-то делаю. Кухню мне надо помыть. Вот, а, я вам не сказала, куда мы едем. Едем мы в Данию на одну недельку, в общем. В Дании тоже погода прохладная, поэтому я детям взяла, ну, всем взялась зимняя вещь, теплая, чтобы мы не замерзли. Так что, всем спасибо за просмотр. И увидимся уже с вами в здании, с нашего отпуска. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»